Роботы стали умнее людей? Можно ли домашним животным гулять одним? Вместе на раскопке! Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В Москву после жары резко ворвалась непогода. Небо затянули тучи, пошел дождь, который сопровождается порывистым ветром и раскатами грома. Погодные условия усиливаются с каждым часом. МЧС объявила экстренное предупреждение, а городские службы перевели в режим повышенной готовности. Помимо этого, в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка 35 рейсов. По словам эксперта, столица подверглась воздействию Атлантики, поэтому циклоны взяли вверх и привнесли в город столь обильные осадки. Воздушных масс в регион европейской части, западной части, центральной части России. Технический прогресс – это отрасль науки, которая в бешеном темпе растет с каждым годом, обрастая новыми и новыми изобретениями. Все они так или иначе влияют на человека, упрощая его жизнь благодаря выполнению рутинных задач. Но так ли радушно и сказочно все на самом деле? Ведь с ростом запросов искусственному интеллекту приходится становиться умнее. О том, приведет ли это к полному замещению человека машинами, расскажем в следующем сюжете. Искусственный интеллект – это воссоздание человеческого интеллекта в компьютере. Все больше и больше людей пользуются этой технологией, чтобы в какой-то степени облегчить себе жизнь, заставляя машины выполнять обыденные задачи. Однако немногие знают, как ученые и IT-специалисты добились такого уровня развития искусственного интеллекта. Вообще, процесс познания у искусственного интеллекта происходит исключительно благодаря человеку, который с особой старательностью вводит вручную данные, на которые впоследствии опирается робот. При использовании обучения с учителем задаются определенные входные и выходные данные. Если выходные данные не соответствуют ожиданиям, то компьютер сделает корректировку расчетов. Этот процесс повторяется из раза в раз, пока машина не сделает все без ошибок. Кроме того, существует так называемое глубокое обучение. С его помощью можно обучать искусственный интеллект прогнозированию выходов на основе набора входных данных. Процесс обучения ИИ – это модели, которые называются нейронными сетями, которые моделируют работу примерно человеческого мозга. То есть они, фактически впитывая входные и выходные данные, постепенно совершенствуют некую возможность на определенные входные данные давать ответ, который похож на то, что вы сказали что-то человеку, а он на это отреагировал. Технологический прогресс позволяет задать закономерный вопрос. А сможет такая система стать полной заменой человеческому мозгу и человеку в целом? Ответ до сих пор остается размыт, так как доподлинно неизвестно, какого прорыва в будущем смогут добиться ученые. Однако сам факт полного соответствия нейронных сетей человеческому мозгу отрицается многими специалистами в этой области. Самым главным аспектом является отсутствие эмоционального интеллекта. Наша способность мгновенно реагировать на проблему творческими решениями и сопереживаниями не имеет в себе равных и не может быть реализована ни на одном компьютере мира. Конечно, он может вытеснить некоторых людей, потому что есть уже, во-первых, прецеденты. Ну, собственно, как и любая инновация, она вытесняет людей. То есть, когда появилась автоматизация на заводах, то резко упало требование к квалификации рабочего и, соответственно, какие-то элементарные операции были заменены на станки. Собственно, вот здесь происходит примерно то же самое. Но вопрос в том, как человек может интегрировать такие нововведения. Например, вот я знаю, что в сфере работы с социальными сетями, копирайтинга сейчас старается себя GPT использовать как инструмент, который помогает для того, чтобы генерировать объемы текста, а потом, собственно, настоящий копирайтер, он как-то редактирует. Правда ли, что в скором времени нейронные сети настолько разовьются, что смогут полностью вытеснить с собой человеческий труд? Ко всеобщему удивлению, такая практика уже существует и даже активно применяется. Ярким примером стали заводы и фабрики, работников которых заменили уже такие привычные всем станки. Под эту же самую гребенку попадут и копирайтеры, и другие работники умственного труда. Но заменить людей, чья работа подразумевает непосредственное участие человеческого нестандартного мышления, который не подстраивается ни под один алгоритм, скорее всего, будет практически невозможно даже всесильной машине. Вот все, что связано с постановкой задачи, формулированием поискового запроса. Понимаете, искусственный интеллект не может сформулировать задачи и сформулировать какие-то сложные конструкции, связанные с летательными аппаратами. Нам все равно должны быть люди, которые хорошо знают все законы термодинамики, какие-то законы физики, причем и открытые, и еще не открытые, которые еще надо открывать, которые еще, возможно, надо в процессе опробировать открытие и потом внедрять, и понимать, куда и зачем это внедрить. Один из самых интересных фактов об искусственном интеллекте заключается в том, что в отличие от статического кода, он запрограммирован на обучение. Это означает, что он может развиваться сам по себе. Многие эксперты предсказывают, что когда-нибудь в ближайшем будущем искусственный интеллект достигнет сингулярности и сможет стать умнее людей. Возможно, он даже сможет мыслить по существу, эволюционируя в новый вид. И если эта фантастика действительно станет реальностью, человеческая раса столкнется с серьезной проблемой. Елизавета Газизянова, Андрей Багаудинов, Универ Ньюс. Госдума накануне в третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных. Что изменилось и какое наказание ждет тех, кто его нарушит, расскажет наш корреспондент. Домашние животные для многих не просто питомцы, а полноценные члены семьи. Однако не все в полной степени осознают, что несут ответственность не только за них, но и за те действия, которые они совершают. Пес, который может показаться хозяином совершенно послушным, на улице может повести себя непредсказуемо, особенно если он находится там без поводка. Рядом со мной находится зоооптимист Дарья Рыев. Дарья, добрый день. Скажите, вообще, насколько может быть опасен зимой? Что он из себя представляет? Давайте, да, мы разделим понятие выгул без поводка и самовыгул. Самовыгул – это когда владелец отпускает своего питомца, просто открывает дверь квартиры, либо калитку своего участка, и животное идет дальше само, куда оно хочет. То есть вот это то, что мы называем самовыгул. Это, безусловно, история опасная. Накануне Госдома в третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных. На что он повлияет? Прежде всего, он призван регулировать свободное передвижение домашних животных, поскольку самовыгул может представлять опасность в первую очередь для окружающих. Согласно статистике, более 40% нападений собак на людей было совершено именно животными на самовыгуле. Однако не стоит забывать и о том, что животное важно контролировать и во время обычной прогулки. Тут уже речь идет о том, насколько владелец, в принципе, опять же, посвятил времени своему животному, своей собаке, научил ее подзыву, научил ее ходить рядом. И если у владельца со своим питомцем хорошая коммуникация, то в целом в прогулках без поводка нет ничего плохого, если я управляю своей собакой, если я могу предотвратить команду ее подход к другим людям. Также планируется введение штрафов за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без наморника и поводка. Размер их составит от одной до трех тысяч рублей. Собаки нападают на детей, на взрослых, и это очень вызывает большой общественный, так скажем, резонанс. И вот эти новые изменения, которые были внесены, они вот эти моменты будут предусматривать. То есть, если нельзя будет выгуливать собак там, где это запрещено, и необходимо будет специальное, так скажем, обмундирование, намордники, защита для собак, чтобы они не представляли опасность для окружающих. Ну а вообще есть вещи пострашнее, чем штраф. Самовыгул может быть опасен не только для людей, но и для самих питомцев, в том числе кошек. Если кот случайно наткнется на стаю бродячих собак или на того же пса на самовыгуле, это может кончиться для него очень плохо. Конечно же, отпускать животное на самовыгул, это просто вопрос времени, когда с ним что-то случится. То есть, на него могут напасть другие животные, ему могут причинить вред люди, животное может попасть под машину. Ну то есть, на самом деле, вариант, ну, оно может просто не найти дорогу домой, это будет потерянное животное, которое пополнит перед безнадзорное животное. Чтобы прогулки с питомцами были безопасными как для вас, так и для окружающих, эксперты рекомендуют уделять своим любимцам больше времени. Заранее продумывать маршруты прогулок. Если есть такая возможность, посещать специальные площадки для собак. Здесь они точно смогут свободно передвигаться без амуниции. Маргарита Михайлова, Универньюз. Студенты Института международных отношений Казанского федерального университета принимают участие в археологическом изучении металлургического района на территории Белярского городища. Какие артефакты уже успели найти студенты? Ответ в следующем сюжете. Отличить металлургический шлак, узнать, что же было здесь раньше много лет назад. Всем этим занимаются студенты Института международных отношений Казанского федерального университета на своей первой практике. Белярское городище славится не только красотой природы и святыми источниками, но и богатым культурным историческим наследием. Так, уже на протяжении 55 лет здесь ведутся археологические работы как в рамках сторонних экспедиций, так и в рамках студенческих практик. В середине лета, а именно 13 июля, студенты Казанского федерального университета отправились в городище ради того, чтобы изучить прошлое человечество, выявить и сохранить объект археологического наследия. Но прежде чем переходить к самому интересному, раскопкам необходимо пройти инструктаж, ведь одно неверное движение может повлечь за собой целую кучу неприятностей. Практика составляет всего 14 дней, и она является частью учебного процесса для всех студентов, которые связаны с направлением истории. Именно здесь они учатся работать с вещественными источниками, то есть раскрывать историю, по которой нет письменных свидетельств. И своими руками, прокапывая земли, собирая находки, они позволяют получить представление о каких-то исторических моментах, связанных с нашей территорией. На местах раскопок студенты уже нашли фрагменты металлических шлаков и керамики. По предположениям будущих археологов, раньше в этой местности находились металлургические заводы. Для продуктивной работы студентов разделили на несколько групп. Каждый знает свою задачу и выполняет ее, следуя четким инструкциям. Студенты отмечают, раскопки – это не просто практика. Это одно из ключевых дел в жизни каждого археолога. Самое главное – это физический труд, это как бы развивает тебя. Во-вторых, ну вот ты, получается, полевая практика археологическая, ты учишься работать на раскопе, работать инструментами различными, открываешь много для себя артефактов интересных, керамику, бересту. Мы находили кости животных, это все интересно, и учат тебя с ними работать, сортировать их и так далее. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, непосредственно в чем заключается твоя роль в этой экспедиции? Здесь мы проводим раскопки и непосредственно перебираем уже почву, которую выкопали. Например, находим шлаки, также можно найти керамику, кусочки небольшие. И затем мы их убираем на дальнейшую отсортировку. Вместе со студентами в раскопках принимают участие специалисты из археологического института имени Альфреда Халикова Академии наук Республики Татарстан, которые ежедневно делятся с ребятами своим опытом и знаниями. Однако Казанский федеральный университет представлен в большинстве преподавателей и старшие товарищи, которые на своем примере учат первокурсников извлекать все самое ценное из многовековых памятников истории. Здесь мы проводим археологические экспедиции. В данном году у нас раскоп небольшой, совместное сотрудничество у нас между Институтом археологии и Казанским федеральным университетом. Мы являемся как сопровождающими практику, методические рекомендации даем, учим, как правильно работать в поле, на раскопе, как правильно собирать материал, методику полевых исследований, рассказываем студентам. И студенты здесь именно обучаются совместной работе, коллективной работе, учатся работать в команде и жить в команде также. То есть у них постоянное общение друг с другом, и это сплачивает, и гораздо лучше узнают друг друга, не только в работе, но и в личных отношениях. Впервые в Белярск я попал так же, как и нынешние практиканты, после первого курса в качестве тоже практиканта в археологическую экспедицию. И завлекло, понравилась атмосфера своя, достаточно интересная. Сами раскопки тоже таинственные такие, загадочные. Ну и уже в этом году я третий раз, получается, здесь, в Беляре. Сейчас уже я как волонтер, который вместе с ребятами, с практикантами также участвует в данной экспедиции. Отметим, что археологическая экспедиция у ребят продлится до 26 июля. Эта практика помогает студентам получить необходимый опыт для их будущей профессии. Важно отметить, что для региона поиск артефактов играет важную роль, так как благодаря работе археологов можно восстановить те исторические фрагменты, о которых человечество еще не знает. Аделина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!